Письменность Самое главное, в отличие человека от животных, люди изобрели письменность. Мы с вами уже об этом говорили, что письменность возникла не где-нибудь, а примерно в 160 местах земного шара. И не там, где жили умные люди, а там, где природа людям предложила образцы. Кварцполево-шпатовые ихтиоглипты, из которых совершенно спокойно вычитываются все буквы всех земных алфавитов. Вот арамейские буквы ихтиоглипты, арабийские, графика арабика. У меня знаменитые арабоведы, вот здесь нашли 14 букв арабского алфавита на этой картинке. Евреи нашли здесь 11 букв иврита. Но главное не это. Я нашел у себя дома, на этом камне, китайский иероглиф корова. А китайский иероглиф корова – это довольно сложное образование. Природа его усвоила, она его нарисовала 2,5 миллиарда лет тому назад. Это пигматиты Карелии. Я стал обращать внимание, что многие китайские иероглифы, если их пристроить камням, напоминают их очень здорово. Вот, скажем, иероглиф Луна. Да, Господи, вот вам, пожалуйста, вот вам иероглиф Луна в камне. И так же точно выглядит иероглиф Луна в нарисовке. От кварцевых ежиков шестилучевых мы перейдем ко всем иероглифам Китая. Ну, или Япония, или Корея, мне все равно. Но письменность развивалась только там. Причем, клинопись. Да, Господи, вот за миллиарды лет до Урар ту клинопись, пожалуйста, пигматите. И чем она отличается от Дарьевой, от Ксерковской? Да ничем. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, иными словами, что дала письменность? Это вторая память. Это вторая память. Вот я сделал такую виньетку происхождения от ежиков-кварца в породе ко многим иероглифам китайским. Это упрощение природных иероглифов. Иными словами, мы по дороге узнали, что и труски пользовались этими подсказками, и китайцы, и японцы, и все остальные тоже. Ну, австралийцы не пользовались. Они пользовались нарезками на эвкалиптовых чурбаках. Это им хватало. А там, где нет пигматитов, ну, в Латинской Америке, кроме как в Бразилии их нигде нет, но в Бразилии там никто не жил, кроме сугубых дикарей, пользовались веревочным письмом, нитки, связанные в клубочек. А в Полинезии, где коралловый песок, а не что-нибудь другое, там придумали ракушки складывать. Животик к животику привязали, называется он, она, они пришли. Спинками привязали, он, она, они ушли. Таким вот образом развивалась письменность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова